Мэр Магадана Юрий Гришан провел рабочее совещание в поселке Сокол. Главной темой стало благоустройство. Городоначальник посетил дворы по улицам Гагарина и Королева, а также центральную площадь. В Соколе, так же как и в Магадане, благоустроить территорию в рамках программы «Столица». Первое, что нужно сделать – выполнить наказы избирателей, отметил глава муниципалитета. Мы сейчас находимся по адресу Королева, 15. Мы должны заасфальтировать здесь двор, сделать водоотведение, чтобы вода в подъезды не шла. Второй адрес, на котором мы сегодня были, это дворовая территория по улице Гагарина. Дома номер 6, 8, 10. Достаточно большой объем работ, где-то порядка полутора тысяч квадратных метров асфальта мы уложим для того, чтобы этот двор был сделан благоустроенным. Кроме того, в планах ремонт фасадов. Также в поселке Сокол продолжают строительство новых домов. Всего их будет четыре. После окончания стройки туда переселят магаданцев из аварийного жилья. А еще квартиры предоставят сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Чем кормят детей в школах и детских садах? В технопарке «Кванториум» провели круглый стол на эту тему. В нем приняли участие первые лица города и области. На Колыме проживают 18 тысяч детей. В Магадане работает 18 столовых. Для ребят готовят только те блюда, которые согласованы с Распотребнадзором. У нас действительно в городе Магадане сложилась такая устойчивая система качественного школьного питания. Мы, кстати говоря, буквально в марте месяце с моими коллегами по областной думе, совместно с Сергеем Васильевичем Абрамовым, председателем областной думы, и мы делали такую рабочую выездную поездку по ряду школ города с тем, чтобы посмотреть, как организовано в рамках послания президента горячее школьное питание и сплатное. И лишний раз убедились, что мы практически впереди планеты всей. Работники школ и детских садов представили на встрече блюда, которыми будут кормить ребят. В саду номер 7 для малышей с аллергией готовят специальную еду, вместо говядины свинина, вместо зраз, фаршированных омлетом, котлеты с начинкой из макарон. Картофель-то можно всем, и мы, естественно, даем, если можно будет, кому сливочное масло, то просто растительное масло. Но, в общем, мы запекаем его и выдаем. Питание согласовывают не только с Роспотребнадзором, но и с родителями. Пищеблоки полного цикла. По поручению президента с прошлого года учеников первых-четвертых классов кормят бесплатно. В школах обучается 11 0987, годная категория 57,5%, в том числе учащихся начальник класса 40,3%. Как отмечают специалисты, оплата питания не повышалась уже на протяжении 5 лет. Кроме того, зарплаты работников к организации остаются хорошими в среднем около 45-50 тысяч рублей. Также сотрудники столовой постоянно повышают свои профессиональные навыки, поэтому могут приготовить блюда любой сложности. Одному из ведущих предприятий Магадана, комбинату зеленого хозяйства, исполнилось 50 лет. В далеком 71 году в областном центре Колымы был создан комбинат по городскому благоустройству, сокращенно КГБ. Первоначально главным направлением работы предприятия являлось озеленение. Масштабы работ по сравнению с сегодняшним днем были очень скромны. В учреждении трудило всего 7 человек. За 5 десятилетий КЗХ пережило 9 реорганизаций и преобразований. В конце 80-х, начало 90-х годов предприятие было даже кооперативом. Но во все времена главной задачей комбината было благоустройство Магадана. Все, что высажено в столице Колымы за последние полвека, это цветы, кустарники и деревья, подавляющим большинстве результат труда работников КЗХ. Нам 50. Пользуясь случаем, хочу поздравить замечательных сотрудников нашего учреждения, которые работают сейчас, которые работали в нашем учреждении в постоянной основе, на период сезонных работ, которые в той или иной мере участвовали в благоустройстве нашего любимого города, в обустройстве его площадок, площадей, скверов, парков. Хочу пожелать вам здоровья, долгих лет, хорошего руководства, и чтобы у нас с вами на протяжении многих лет, десятилетий, все получалось, все планы сбывались, мечты осуществлялись. С праздником вас, дорогие коллеги! С начала 2000-х годов учреждение стало укрупняться. Присоединились участки обслуживания светофорных объектов, дорожной разметки, спецавтохозяйства с полигоном твердых бытовых отходов. В настоящее время КЗХ выполняет 11 муниципальных услуг, благоустройство и озеленение, установка малых архитектурных форм, содержание скверов и общественных пространств, ремонт контейнерных площадок, лестниц, механизированная очистка тротуаров и многое другое. Парк специальной техники КЗХ представлен свыше 80 единицами специальных механизмов. Штатное расписание учреждения превышает 500 единиц. Ярмарки выходного дня стали привычными в последние годы для магаданцев разных возрастов и уровня доходов. Секрет популярности ярмарок – возможность приобрести все самое необходимое в одном месте по доступным ценам. В первые выходные июня на Магаданской площади пройдет первое в летнем сезоне ярмарка. Ярмарки выходного дня вообще традиционно проводятся с 2009 года. И сезонно они проводятся с октября по май в закрытом помещении, а с июня по сентябрь на Магаданской площади в последние годы. Это дает возможность предоставить большее количество мест для местных сельхозпроизводителей, товаропроизводителей и одновременно еще увеличить ассортимент за счет расширенной продажи овощей и фруктов. Ярмарки выходного дня – это инструмент поддержки местных фермеров и предпринимателей. Торговые места всем предоставляются бесплатно. 5 июня для участия в ярмарке уже заявились 89 участников. В условиях пандемии торговля осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений. В Северо-Восточном государственном университете провели субботник. Студенты убирали не только прилегающие к вузу территорию, но и общежития, храм в честь святой мученицы Татьяны и даже двор по соседству. В Политехническом институте вынесли строительный мусор из лаборатории полезных ископаемых. Для проведения субботника студентов освободили от занятий. Инвентарь для уборки выдали. Университет, конечно, обеспечивает ребят всем необходимым инструментом. Это и грабли, и лопаты, и перчатки. То есть студенты у нас рассчитывают полностью, могут рассчитывать полностью на все обмундирование. Более того, после проведения субботника они будут накормлены в нашей студенческой столовой. Поэтому ребята с удовольствием, мотивированные, сегодня вместо занятий, так сказать, идут убирать территорию. Участие в уборке территории добровольно. Тем не менее, наиболее активных учащихся ждет поощрение, отмечают организаторы. Как рассказывают сами студенты, они с удовольствием принимают участие в субботнике. Конечно, это является неотъемлемой частью, я считаю, вернее, неотъемлемой, а важной частью обучения нашего. Почему? Потому что все-таки очень важно убираться. Если мы мусорим, особенно студенты, все, что здесь намусорено, это из-за студентов все-таки, которые курят. Как бы это все важно убирать. Очень важно. Иначе будем жить, как говорится, как в хлеву. Чтобы не загрязнять планету, да, там экология, все дела. Ну, субботник, как обычная весенняя приборка, я не знаю, почему его решили провести сейчас, но я думаю, это полезно для универа, сплочения коллектива, ну и, в принципе, освобождение от пар тоже не помешает. Ну, хотелось принять участие, чтобы помочь в уборке территории, так как это важно, очищать природу от всяких загрязнений. И также наша территория в этом без исключения. Кто может получить пенсионные накопления? Более 5,5 тысяч пенсионеров Колымы имеют право обратиться за выплатами. В частности, это касается мужчин 1953 года рождения и моложе, и женщин 1957 года рождения и моложе. Проверить, имеются ли у вас пенсионные накопления, можно по выписке из своего индивидуального лицевого счета. Посмотреть ее можно через личный кабинет на портале госуслуги, на сайте ПФР, а также в мобильном приложении ПФР. Ее установят, если при предварительном расчете размер накопительной пенсии в случае ее назначения составит более 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости и накопительной пенсии. Если сумма пенсионных накоплений небольшая и указанный размер будет 5% и менее, то гражданин получит единовременную выплату. Если у гражданина пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном входе, то за их назначением необходимо обращаться в соответствующий НПФ. Редактор субтитров А.Семкин